У меня пробежали мурашки по коже, я коснулась ее и сказала Венди, ты это чувствуешь? Я чувствовала, будто электричество в руках Ты чувствуешь? Она сказала, нет-нет, ничего не чувствую Я не знаю, что происходит Потрясающая музыка, и это внутреннее чувство Я родилась в городе Коламбас, штата Гайя И я еврейка Мои родители евреи, все, кого я знаю в нашей семье, предки евреи И, собственно говоря, мы, четверо маленьких детей, очень любили спорить И наша мама говорила нам, я даже и слова тут не могу вставить И было смешно, когда мы выросли, и все стали адвокатами И когда это произошло, однажды, я помню, она сказала Ну, по крайней мере, это оправдывает то, что я не могла и слова вставить с вами, ребята Но я помню, особенно от своей бабушки Она выросла в местечке, и антисемитизм был просто такой явной частью воспоминаний И она сказала, сейчас вы собираетесь в школу, это время рождественских праздников И они будут петь свои рождественские песни Не придавайте сейчас этому большого значения, но вам нельзя произносить его имя Так я зашла в книжный магазин, я тогда гостила у своего брата и смотрела нью-йоркские бестселлеры И там была эта книга «Равин Иисус» Брюса Чилтона И меня заинтересовало название, потому что «Равин Иисус» — это не очень распространенное название для книги, по крайней мере, в моем мире Поэтому я взяла ее и подошел мой брат и сказал «Зачем тебе читать эту книгу?» Я ответила «Алла, ну, ты же знаешь, я образованная женщина, но я даже не знаю, кто эта личность, а он как минимум изменил историю» Просто любопытно, я просто хочу прочитать книгу, я просто хочу немного больше понять, кто такой Иисус Поэтому я купила книгу, села на самолет и отправилась обратно в Коламбус Я села на свое место, и вот я сижу там, читая свою книгу «Равин Иисус» И женщина позади меня как бы смотрит мне через плечо и говорит «О, что вы читаете?» Я сказала, как бы оправдываясь «Я еврейка, но мне просто интересно, кто такой Иисус» И она сказала «Хорошо, и что вы хотите узнать?» Я пишу книги о нем И я была шокирована, и она начала говорить со мной о некоторых книгах и некоторых вещах о нем И в конце этого всего я сказала «Знаете, я не собираюсь менять свою религию, но если бы я собиралась прочитать Новый Завет, могли бы вы мне порекомендовать какой-то?» И она посоветовала мне один и потом сказала «Знаете, что я собираюсь выслать вам мои книги, дайте мне адрес, можно ли я вышлю вам книги?» В это время внезапно мой брак длительностью в 28 лет подошел к концу И это случилось, все к тому шло длительное время Для меня растить своих детей было наиболее важной вещью, которую ты можешь делать в своей жизни И у меня был этот сон, я думаю, это был стих из Сафонии «Он будет торжествовать о тебе с ликованием» Как это было? Я просто проснулась однажды утром, что это было? Откуда это? Я была сама Тогда была весна, я пришла в тот день с работы, взяла почту И там был этот желтый пакет И вот я открыла его, и там была книга внутри И с книгой вместе была открытка И я, собственно, взяла эту открытку, которая пришла с книгой И в ней было написано «Дорогая Диана, я не забыла о своем обещании выслать вам книгу, просто она долго добиралась к вам Это книга, часть истории моей жизни В самый разгар сильной боли Иисус шел рядом со мной Я молюсь, чтобы через что бы вы ни проходили в своей жизни, чтобы Он нашел вас и утешил так же, как Он благословил меня Благословений вам и шалом, Лори Холл И ниже она написала «Сафония, 3.17, Он будет торжествовать, а тебе с ликованием» И я просто была в шоке Я была шокирована так сильно от того, что эта открытка, эта книга пришла в это время Я позвонила своей сестре, которая жила в Массачусетсе в то время Я сказала «Венди, ты не поверишь этому» Я рассказала ей, как эта женщина, которую я не знала, села возле меня в самолете около шести месяцев назад И когда мы летели из Бостона в Коламбас И я никогда не говорила с ней о своей личной жизни, ни слова И я только спросила ее об Иисусе И так я рассказала Венди, кто эта женщина И об открытке и книге, и в телефоне воцарилась мертвая тишина Совсем ничего «Венди, она говорит, ты сказала Лори Холл?» Я ответила «Да» И она сказала «Я держу в руках журнал, и это ведущие женщины-христианки В этом номере есть обзор на книгу Лори Холл Это была именно та самая книга, которую она мне выслала В этот момент для меня было настолько очевидно, что Бог, безусловно, присутствовал в моей жизни В конце августа 2001 года мы были вместе с сестрой, и она пригласила меня в церковь Потому что ее друг собирался стать пастором Мы собирались поддержать Я поддерживала свою сестру, а моя сестра поддерживала своего друга И так мы приходим на церковное служение Я была очень удивлена тем, насколько красиво и живо это было И я должна сказать, что на тот момент я чувствовала, как мне нравится музыка Это была удивительная музыка И потому я чувствовала настоящие, настоящие мурашки по коже И действительно погрузилась в служение, что было удивительным Я еврейка, и я на самом деле никогда не посещала церковь Это было прекрасно В конце служения она сказала «Я хочу тебя познакомить с пасторами церкви» И они оба были евреями Я говорила с этими двумя парнями, они выросли в Нью-Йорке У меня был только один вопрос «Как? Как вы выросли евреями и стали пасторами в церкви?» Просто взорвало мое сознание Вот я стою здесь, и ко мне подошла женщина и сказала «Можно я помолюсь за вас?» Она взяла мои руки вот так и спросила «Можно я помолюсь за вас?» Я ответила «Я просто хочу понять больше об Иисусе, это все, чего я хотела» Но Бог просто ударил меня током Я чувствовала, как будто приятное электричество Как будто мое тело просто наполнилось любовью, теплом и электричеством Это было как электрические объятия любви, таких масштабов, которые я даже не могла себе представить И я ощущала это великое чувство истины о том, кто такой Иисус Я чувствовала его, я могла его чувствовать И женщина, молившаяся за меня, сказала «На тебе, Святой Дух» И как еврейка, должна признать, что я понятия не имела, что она имела в виду под этим И она спросила «Принимаешь ли ты Иисуса как своего мессии?» После того, как это произошло, я порядочный член еврейской общины Я член совета нашей синагоги И я много общаюсь с раввинами И своей общиной И всплывала тема «Знаете, я теперь верю в Иешуа» И реакция была «Что с тобой случилось? Как ты могла это сделать?» Я была словно предатель, знаете Как ты только могла все эти годы Понимаете, будучи еврейкой, лидером общины Как ты только могла поверить в то, что Иисус — Мессия И красота того, как это случилось со мной В том, что я была настолько поражена этой истиной Так глубоко, что все, что я могла ответить, сильным убеждением было «Я не могу это объяснить, но это правда» «Я знаю, что это правда» «Я знаю это в своем сердце» И у меня есть остаток моей жизни, чтобы читать Писание и понять, почему Но я знаю это Это истина